Библейский портал экзегет.ру представляет университета. И мы с вами читаем 33 главу книги Исход. Исход мы видели, что в 32 главе Господь повелел разбить того истукана, который сделали израильтяне в своем нетерпении, не дождавшись Моисея, когда он спускался с горы Синай. И далее мы видели, как Моисей молился за народ свой. Также произошло уничтожение некоторых людей, которые впадали в идолопоклонство. Бог уничтожает, причем руками левиными, то есть целым левиным коленом. Для чего иногда говорят уничтожает этими руками? Для того, чтобы люди видели, к чему приводит идолопоклонство. Для людей Ветхого Завета это было самое такое действенное и для их понимания самое лучшее состояние для того, чтобы уберечь их от отступления от Бога, который есть жизнь. Жизнь как здесь, так и жизнь, которая предлагается Богом в вечность. Итак, исход 33 глава. «И сказал Господь Моисею, пойди иди сюда, ты и народ, которого ты вывел из земли египетской в землю, которую я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря потомству твоему. «И пошлю перед тобой ангела и прогону Хананеев, Амареев, Хитеев, Ферезеев, Еювеев и Исеев. И ведет он нас в землю, где счет молоко и мед, и сам не пойду среди вас, дабы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковый». Мы видим, что первое, что делает Господь, он отделяет Моисея и сказал Господь Моисею, пойди и отделись от народа твоего. Сказано, что Моисеев в дальнейшем поставил отдельно свой шатер вне стана. В 7 стихе сказано, Моисеев взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинье собрание, и каждый, ищущий Господа, приходил в скинье собрание, находящийся вне стана. А почему делает это Моисей? Дело в том, что Моисей должен был отделиться, потому как еще не прошли эти события, прошло совсем недолгое время от того, как народ впадал, выдал поклонство. И поэтому теперь Моисей ставит свой шатер, где народ должен был принести покаяние. Как здесь и сказано, что Бог обещает все-таки ввести народ свой в землю обетованную, прообраз земли обетованной – это царствие Божие, но, тем не менее, без покаяния войти в царствие Божие невозможно. И Моисей, отделяясь от народа на некоторое время, поставил, как сказано, шатер вне стана, вдали, и назвал ее скинье собрание, и каждый, ищущий Господа, приходил в скинье. Заметьте, написано «каждый, ищущий Господа». В Священном Писании в Евангелии сказано «ищите прежде царствие Божие, и все остальное приложится вам». Это то, к чему призывал Моисей народ Божий – искать прежде царствие Божие, искать Бога. Не сказано, что пришли все, но сказано «ищущие Господа». И мы далее читаем «когда Моисей выходил к скинье, и весь народ вставал, и становился каждую у входа в свой шатер, и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинью. Когда же Моисей уходил в скинью, тогда спускался столб облачный, и становился у входа в скинью, и Господь говорил с Моисеем». И вот, внимание, очень важный 10 стих. «И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинью, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой». Кому поклоняются здесь люди и израильтяне? Неужели они снова впадают в это поклонство? Нет. Очевидно, что нет. Они пришли искать Господа. И Господь сопровождал народ израильский на протяжении всего его путешествия по Синайской пустыне, ночью в огненном столбе, днем в облаке, и Моисею он в скинье завета, как сейчас является, так и в 40 главе, когда будет освящение скинье, он снова явится в облаке. Почему Бог является то в огненном столбе, то в облаке? Мы говорили с вами, когда рассматривали 20 главу книги Исход. Бог никогда не является человеку как абсолютный дух, потому что человек не может воспринять абсолютно нематериальную сущность Божию. Несмотря на то, что мы дальше увидим в 11 стихе о том, что Моисей говорил с Богом лицом к лицу, как бы с другом, это лишь говорится о единении, о единении Моисея с Богом. Но ни в коем случае, как сказано в Священном Писании, никто не может увидеть лица Божия и остаться в живых. Поэтому всегда как бы человек видел заднюю, то есть часть это спину Бога, если так выразиться от антропоморфизма, то есть по-человечески. Но с другой стороны, надо сказать, когда Христос говорит народу своему следуйте за мной, то Христос идет, в общем-то, что мы видим? Мы видим, в общем-то, спину Христа в какой-то мере, если так вот рассуждать по-человечески. Здесь же мы видим, что снова и снова, что народ видит этот огненный столб и поклоняется Богу. Конечно, эти люди поклоняются Богу, несомненно, в духе истины, потому что они ищут Бога, и они пришли за Моисеем сюда. Но это явление и это видение, облачный столб, подобно тому, как сегодня и в храме святые иконы, изображения, не мешают людям поклоняться истинному Богу в духе истины, а скорее наоборот. Мы видим, что здесь возводится почитательное поклонение, и мы не можем обвинить, что огненный столб, как явление Бога, и облако, которое было, не сходило в скине Завета, это тот же самый идол, как и телец. За тот идол, мы видели в предыдущей главе, они были наказаны. Здесь же, воздавая почитательное поклонение, они Богом приемлются. И далее, 33 глава, сказано, что Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлёшь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрёл благословение в очах моих. Итак, если я приобрёл благословение в очах твоих, молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благословение в очах твоих, и помыслишь, то сие люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и выведу и введу тебя в покой. То есть, мы видим, что Моисей, как верный служитель Божий, он ничего не хочет, кроме того, как насколько это возможно для человека узнать Бога. Он ищет то, к чему призывает и Христос, и о чём было сказано. Он ищет прежде Царствие Божие, он ищет прежде спасения народу своему. Мы знаем, с вами говорили неоднократно, что Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу. Все образы и проробразы, которые были в Ветхом Завете, во всей полноте они исполняются в Завете Новом. И на Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе.